до лет до интересовался а что у вас за компания мне а когда мне звонить должны были я чего-то не помню давно а вы бы не могли скинуть сайт вашей компании чтобы я посмотрел сейчас да свободно я говорю вы бы на почту мне скинули адрес сайта я зайду и посмотрю сейчас сразу нет 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 ватсапа нет у меня на телефоне телефон глупости на нем вообще ничего только компьютером нет нет почта только почта на почту я же оставлял адрес почту да 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 это ваша почта это ваша почта порой это одноразовый от компании хорошо ничего нету нет 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 я не пользуюсь да 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 кнопочно я понял я могу тоже не отключаться от вас и онлайн вот так вот проведу вам тренинг удобно да удобно так вы выслали на почту или нет еще Да, пару минут ожидайте Алло Да, да, да Пока готовится ссылка, это будет в течение одной минуты А, подскажите, у вас вообще опыт на финансовом рынке есть? Вы понимаете, как это все работает? Нет, нет, я только читал, читаю про это, интересуюсь Я понимаю Ну, хорошо, давайте пока вы готовите ссылку для вас Я могу вам рассказать То есть, как я вам не говорила, да, вы зарабатываете на разницу в цене К примеру, сегодня акция компании, там, того, как Газброма Стоит 350 рублей А у нас есть информация, что она будет стоить 400 рублей Как на это можно заработать, как вы думаете? Наверное, можно А каким образом? Не, ну, если разница цен, да Купил дешевле, продал дороже Так же, наверное, а как еще? Ну, то есть, сегодня купили за 350 рублей Завтра зашли, продали за 400 Заработали за 150 рублей Соответственно, если из начального купила Не одну акцию, да, там, а, к примеру, здесь И так же истрадали, да? Ну, да Заработали, соответственно, больше Правильно? Да Смотрите, компания берет комиссию до 5% За то, что вам предоставляет эксперта, да, выход на платформу И обеспечивать вам работу То есть, это до 5% Например 1000 рублей заработали на сделке И 950 рублей ваши 50 рублей компания Да, понятно? Понятно А у вас компания на бирже торгует, да? Да Ну, то есть, брокерская, брокерская, да? Да, то есть, смотрите, мы являемся последником Между клиентом и самими компаниями, которые вот Ну, и биржей, биржей А не компанией Можно через что вам поставили То есть, вы последник между клиентом и биржей Биржей Понятно Миша Алло Да, я здесь, я здесь У вас связь, связь прерывается Хорошо, смотрите, тогда мы, у вас компьютер включен Да я уже на почте жду, когда придет письмо от вас Уже давно жду Я поняла Хорошо, смотрите Давно уже Так мы с вами 5 минут разговариваем Ну, так вот, я вам сказал, когда послать письмо Вот с того времени и жду Ну, это же не дело 10 секунд Смотрите, давайте каким образом Я вам вышлю в письме, будет ссылка на платформу Будет ваш логин и одноразовый пароль от компании Да Вы зайдете, посмотрите Я вас пренагеру, может быть, через буквально минуту до 10 Хорошо? Хорошо, хорошо Все, тогда на связи Ага, хорошо Алло, алло Да, 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 да А портили мы сейчас? Так, я получил письмо Сейчас я зайду туда Так, хорошо А какой там пароль-то вы говорили у вас? Вот, придет, сразу пароль Пишем буква Z, английская Ага Знаете, как пишется? Буква Z, Z первая Да, большая Ага, ага Потом такая же маленькая буква Z Ага Один, два, три, четыре, пять, шесть Так, зашел, зашел Вот, смотрите, вы видите перед собой красные и зелененькие квадратики, правильно? Да, да, да То есть здесь вы будете торговать У вас слева Вы через компьютер, да? Да, через компьютер Так, хорошо У вас, видите, все? Продать, купить, есть, правильно? Что, что, что? Продать, купить, есть, правильно? Так Да, есть Вот А в углу, с правой стороны, сверху Ага Такой человечек Даже мать, это человечка? Ага, да, да У вас должно быть ваше имя, фамилия, правильно, ваша почта Да, 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 да Вот, немножко левее, смотрите, у вас Тут ваш остаток, ваш баланс Номер вашего счета Прибыль, сколько заработали Есть такое То есть это так выглядит сама платформа Ага, ага Вы можете торговать и на компьютере, и на телефоне Ага, ага С левой стороны у вас также есть, то есть сбоку, там, где Есть еще рынки и новости В левом углу Да, вижу Вот То есть рынки, если вы нажмете, вы можете выбрать, да То есть, что именно вы хотите посмотреть, там, по ценам Или что вы хотите купить, что продать То есть, это могут быть акции, это может быть металл Там, криптовалюта, валюта Видите? Вижу Вот Там же есть раздел новостей Можете ознакомливать с новостями на финансовом рынке Что происходит, на что можно заработать Ну, вам все еще это будет рассказывать, передавать Так что, что я сказала от компании Ну, вы можете также ознакомливаться с информацией самостоятельно А смотрите, сумма, от которой вы можете приступить минимальная Это 150 долларов То есть это порядка 11,5 тысяч рублей Вы пополняете свой счет, тогда у вас уже на остатке будет отображаться не 0 долларов Проходит конвертация, это в течение 15-20 минут И у вас уже будет на вашем балансе 150 долларов А эти деньги, с которых вы пополняете свой счет Они по факту, как были вашими, так вашими, как приют Вы же можете распоряжаться как хотите, когда хотите на своем торговом счету То есть у вас тут никто не замораживает Ничего такого нет Это понятно? Понятно Хорошо Хорошо С правой стороны есть история ваша Здесь там будут отображаться все ваши открытые и закрытые сделки То есть приложение, оно вообще аналогично с банковской системой Да, там, где вообще ваши операции по переводу, снятию или пополнение Также они будут отображаться у вас в истории Может быть вопросы у вас какие-то есть? Ну, пока, пока Да, как вы счет открываете, да? Ну, мой личный счет, да? Где-то открываете Смотрите, счет у вас уже открыт Для того, чтобы приступить к работе, его нужно просто пополнить Вы сейчас можете пополнить его? Да, как, так Это здесь Я вот смотрю, как здесь все это Разобраться сначала Как пополнить? Так, ну здесь я вижу депозит где, да? Депозит Да, нажимаете на депозит Здесь кредитная карта, да? К примеру Виза А вот карты какого банка вы хотите сделать? Активацию? А у меня таких карт нету У меня карта МИР только Карта МИР? Да Сейчас, одну минутку я уточню Алло Да, да, да Да, смотрите Мы каким образом можем с вами активировать ваш торговый счет? Так как у вас платежная система МИР, да? То есть она не везде в принципе работает Мы можем с вами активировать ваш торговый счет через химитерминал компании То есть, ну, он так же, то есть, будет функционировать Ага Да, то есть у вас так же конвертация будет проходить минут 10-15 Будут поступать через два на ваш баланс А мы с вами подождем в это время, пока они зачислятся Удобно вам так будет? Через Киви терминал? Да Я покажу, как это делается Ага Ну, смотрите, нужно, чтобы вы написали фамилию, имя, отчество Ага, ага Можете сейчас зайти на почту, с которой вам было отправлено письмо Туда же написать, как правильно, без ошибок, пишите ваше фамилия, имя, отчество Ага Ага Нам идет по вашим данным, то есть, по фамилии, имя, отчество пополняется Ну, я сейчас вам все покажу, вы сейчас все увидите Там даже проще немножко, на самом деле Да, так где, я же не знаю, где это Все, пойдите сейчас на почту, я вам сейчас все покажу Напишите мне пока фамилию, имя, отчество И мы сейчас вместе с вами зайдем, и я вам покажу Да как, куда зайти-то, куда зайти-то Опять на почту вашу На почту зашел Вот Вы увидели письмо вот это Да, да Вот Там есть ответить Есть ответить Да, да Вот, нажимаете и пишите там фамилия, имя, отчество Ага, ага И я вам присылаю ссылочку на пополнение Также на почте Ответил Так, че? Семенов Олег Николаевич, правильно? Да, да, да Так, хорошо Смотрите, активация будет, так как я и говорила, на сумму 150 долларов В рублях где-то будет 11 600, 11 700 У вас доступна сумма, правильно, на карте имеешь? Да, есть Хорошо, только смотрите, сделаем это двумя платежами, чтобы комиссия была пометой, хорошо? Понятно Ну, посмотри, где там, я что-то не пойму, где, где это Я сейчас вам на почту все вышлю Вы такой быстрый, я прям не успеваю за вами Так, смотрите, отправляю вам ссылку сначала на 100 долларов, а потом просто допополним на 50 Это будет 7 650 Отправляю вам ссылку сейчас на почту На почту Что нужно будет посмотреть? Смотрите, что нужно будет посмотреть на этой ссылке Чтоб было правильно указано Вот, заходите, получили письмо? Нет, пока еще, я пока еще жду Ну, то есть я перезагружаю страницу Пока еще жду, да? Страницу перезагружаю Попробуйте еще раз перезагрузить А, вижу, все, пришло Вот, нажимайте на ссылку Смотрите, там должно у вас писаться Правильно, ваша фамилия, имя, отчество, перепроверьте И сумма 7 650 рублей И здесь, видите, есть мир, то есть можно через мир Так, я по этой ссылке, я вышел опять на платформу А вам надо нажать на вот эту вот самую письмо, которое я вам оставила Так, я опять выхожу на платформу Зайдите еще раз на почту Сейчас вместе давайте попробуем Давайте, может быть, с отдельным письмом даже вам оставлю А, все, я понял Это, наверное, ссылка, которая сверху в адресную строку вставляется Да, да, да Так так бы и сказали сразу Я думал, ссылка кнопочки, на которую нажимать надо Так я так и сказала Нет, так сказали бы в адресную строку Я бы сразу понял Вот, открывается у вас самина, активация счета Вот теперь, да, вот теперь открылось все как надо Вот, сейчас пополним на 100 долларов, подождем, чтобы они зачислились Посмотрим И да, пополним еще на 50 Стоп-комиссия была меньше И комиссия будет, то есть рублей там 120, вообще немного Ну вот, открыл, здесь открылся киви кошелек, есть Банковская карта и киви кошелек Смотрите, у вас есть, вот, мир, платежная система, да? То есть она ее воспринимает Да, есть Вот, если тогда, можете уже свободно заполнять данные Ага Так, сейчас я ее возьму Ну вот, заполнил данные Так, дальше нажимайте оранжевую кнопку Ага Перевести, и у вас будет квитанция По идее, уже должна у вас загрузиться И появится квитанция Есть? Да-ка перевести-то куда? Я что-то не пойму Что? Я что-то не пойму Что не поймете? Так, так Простите, что у вас там надежда У вас есть номер карты, срок детства и сетевая подпись, правильно? Да-да-да Вы это заполнили Ага Нажимайте один раз перевести, и у вас должна прогрузиться квитанция Банк У вас там будет написано банк С которым вы пополняете свой счет И пушное поле для подтверждения Вам придет смс-очка на телефон А киви кошелек не надо набирать? Нет, нет Ага, ага Понятно А это, как его? Ориентируйте, что говорится А я что-то не понял вообще Вот киви кошелек, это вообще что-то Что это за киви кошелек? Я вот думаю А это терминал компании, смотрите Ага Они вообще на каждом углу Ага То есть вы даже себе на киви в дальнейшем можете его себе делать и снимать с него, если вам будет так удобно Так я вот не пойму Он удобен тем, что тут минимальная комиссия в тебя Я деньги-то переправляю на киви кошелек или на свой личный счет? Я вот этого не пойму пока Смотрите, вы перенаправляете на брокерский счет Ага Они просто по курсу киви в долларах будут вам поступать на баланс Ясно А брокерский счет где находится? Брокерский счет находится, собственно, на международном валютном рынке На международном? Там где открыты все брокерские счета А где, а где этот международный валютный рынок? Вот где мой счет открыт? Адрес-то есть конкретно? Смотрите, давайте вам объясню Международный валютный рынок был создан вообще всеми банками То есть это все центральные коммерческие банки Это есть определенное место, как кошелек, через который вы будете на платформе покупать и продавать Когда вы нажимаете там купить, допустим, выбираете сумму на сколько? На 20 долларов вы хотите купить там газы, допустим 20 долларов с вашего кошелька, а вот это списывается на биржу Таким образом, у вас там идет покупка, когда вы закрываете сумму Ваши 20 долларов и сняка, которая есть, возвращается на ваш торговый счет Вот там, где вы были И на вашем торговом счету вы уже можете без проблем снять или же на карту, или же на свой киви Ну то есть, если мы сейчас пополняем, то нам нужно будет подождать минут 5 И через минут 5 у вас появится на балансе 100 долларов То есть они конвертируются в долларов на ваш счет сразу Вот это мне непонятно Вот мне непонятно, куда я деньги переправляю То есть мне нужен адресат получателя То есть мой личный счет На ваш счет, смотрите, на это, смотрите Я специально попросила, вы отставили имя, отчество Потому что все эти данные подгружены под ваш торговый счет Вы когда даже сейчас 1000 рублей положите Вам сейчас придет там 13 долларов 13-14 долларов То есть все конвертируется сразу в долларов И будет на вашем счету Это-то понятно А где вы можете покупать и продать А счет-то где будет находиться, я вот это спрашиваю Где он находится Ну куда я переправляю деньги Давайте еще раз это шли Смотрите, есть ваш счет Есть определенный кошелек На котором хранятся деньги клиентов У каждого свой кошелек Он будет находиться на кошельке Все деньги находятся у каждого человека свой кошелек Вы будете проходить еще и верификацию То есть вот этот вот счет нужно до конца верифицировать на ваше имя Как в банке, да, когда вы приходили в банк Вы выдавали паспорт, вам сделали счет и дали вам карту Вот здесь так же То есть нужно оформить на ваше имя Потому что вы в дальнейшем будете снимать деньги И банки и налоговые должны понимать Откуда вот эти деньги к нам поступают В таком случае банки и налоговые абсолютно все будут То, что вы являетесь специальным и финансовым рынком И деньги были заработаны на фондовой рознице То есть к вам вопросов нет Нет, подождите, подождите Минутку, минутку Вы хотите сказать, что деньги открыты, вернее счет открыт на моем электронном кошельке Это не совсем электронный кошелек, понимаете С электронного кошелька вы не можете торговать А где открыт-то? Кошелек, на котором хранятся средства А кошелек-то этот Да, в международном валютном вам рынке Ага, а кошелек-то этот где находится? Ну, в каком учреждении, организации или как называется? На международном рынке, смотрите Международный рынок, он большой Вы хотите, я поняла, я поняла Вы хотите, чтобы деньги хранились на вашей карте Но когда вы на этой платформе открываете сделочку Чтобы у вас карты только тогда Там 20 долларов списалось, да, потому что вы что-то купили Ваша карта не подвязана просто в торговле, в бирже Вообще, то есть То есть нужно деньги хранить именно на вот этом вот месте, понимаете Я понял, я понял Вы называете это международный торговый кошелек, да? Ну, это его так все называют Потому что он имеет такое название Я первый раз такое слышу просто Международный торговый кошелек Серьезно? Да Ну, вот смотрите Что-то новенькое Давайте даже, к примеру, вам покажу Ага Я могу даже сейчас попросить финансиста сделать платежку вам На, там, тысячу рублей Ага Чтобы вы не призывали Мы сейчас пополните на тысячу Мы подождем пять минут Посмотрите Деньги зачислятся таким образом, долларом Уже на 20 долларов Давайте только немножко подождем, хорошо? Не, вот Смотрите А, так мне что-то сейчас вышлет Мне что-то сейчас на почту еще раз пришлет Да, да Просто смотрите Все пополнения Все выводы Вы можете по этому поводу не перейти Потому что все специально Все идет через банк Все оплативаются налогами, комиссией Поэтому То есть, если вы даже захотите пополнить счет Каким-то другим способом А не банков Да? То так нельзя здесь Только в обход То есть, мы так не работаем Вы должны понимать это Ясно Тогда хорошо Сейчас я подам запрос Чтобы вам создали Платежку Мы даже, конечно То есть, если будет у вас там Интересно пополнять Еще что-то Да? Вы можете таким же образом Его просто допополнять Так, сейчас Секундочку Заходите на почту Зашел Так, сейчас должна Придеть вам еще одна ссылка На тысячу рублей Ну, чтобы просто вам Показать наглядно Как это все выглядит Должна уже прийти Проверяйте Есть? Сейчас После пополнения Заходите сразу На платформу На первую ссылочку Сразу Которая была Так, пришло Пришло Открывайте Там должна быть Такая же ссылка Так же С вашими мешалами Только на тысячу рублей Так это ссылка На Киви Кошелек Сейчас Ну Так у вас карта Мир Если бы у вас была Карта Мастеркарф Не, подождите Пополнить через платформу Вы же работаете На международном рынке Мир Это внутренняя платежная система Понимаете? Да, девушка Вот подождите Я вам сейчас скажу Вот эта оплата Здесь написано Ну, в самой ссылке Даже Оплата Киви Оплата Киви То есть Правильно Правильно Так это через Киви Терминал Киви имеет Лицензию Центрального банка Если вы не знаете Ну, о чем вы говорите? Киви на каждом углу есть И можно специально пользоваться Мы с ним работаем Потому что через него Минимальная комиссия Странно было бы Если бы я вам отправляла Какие-то непонятные Платежные системы Которые вы первый раз в жизни видите Так вы же сказали На международный Торговый счет А Киви Кошелек Это Киви терминал Это не Киви кошелек Они конвертируются В доллары На ваш торговый счет Только через эту ссылку Вот которую дал Финансист Нашей компании Тогда деньги Точно конвертируются На ваш торговый счет Вы помните На тысячу И посмотрите сами Ну что я вам убедляю Вы мне задаете Это Киви терминал Ну то есть Через Киви кошелек Идут на мой Международный Торговый счет Правильно Да Конечно Сейчас хоть что-то Понятно становится А где мой Международный Где-то Я же через Киви кошелек Где он находится А мой счет На карточке В Сбербанке Ну а где А где именно В смысле Где именно Ну ваши деньги Хранятся Не в отделении же Они хранятся Где-то В В Сочное место Вы знаете их Сбербанк Сбербанк Точно знаю Ну а где точно Отделения Очень много Понимаете Все верно Да Ну Сбербанк Один Сбербанк Он банк и есть В банке Хранятся Ну так А деньги Хранятся Где-то Сбербанк Есть даже В Казахстане Даже в Европе По-моему Есть отделение Ну да Так я могу В любом отделении Получить В отделении Сбербанка Я в любом месте Могу получить Ну да Есть валютный Международный Рынок Он один И деньги Хранятся Там же Только ваши Деньги Хранятся На вашем Ситу Вот как у вас Там все Вы были На платформе А у международного Валютного Рынка Банк Есть какой-то Конкретный Ну вот у меня Сбербанк Он Дай централизирует Банка Банка Нету Он Был Придуман Вот почему Вообще Люди Начали торговать На бирже Как биржа Вообще Была создана Вот эту Биржу Создали Вообще Банки Самые банки Создали Чтобы обмениваться Валютой Понимаете Друбль Кунт Доллар Разные Понимаете Вот Это было Создано Банками Банки Торговать Торговать Может Самые Банки Могут Торговать Финансовые Корпорации И даже Такие Лица Такие Простые Как Вы Такие Простые Как Я Вот Если у меня Деньги Я знаю Что завтра Акции Какой-то Компании Упадут Потому Что Вот Эта Компания Вот Почти Вам Продает Почему Вы Не Курбить Акции Или Курбить Другие Например Ну То есть Покупка Продаж Вот Так Вот А на Больфорне Когда Вы Снимаете Деньги Вы Вы Выбираете Потом Просто Так Свою Порту И Снимаете Сюда Ну Это Мне Мне Не Совсем Понятно Меня Меня Волнует Что Должно Быть Определенное Конкретное Место Куда Деньги Пересылаю То есть Мне То есть Конкретики Нету Никакой Конкретики Просто Международный Торговый Счет Олег Я Вам Хочу Сейчас Показать Наглядно Попробуйте На тысячу Рублей Пополнить Счет Пройдет Конфердация Я Буду На линии 5 минут Покажу Как деньги Отобразятся На вашем Балансе Чтобы Вы Уже Были Спокой И Смотрите Дайте Описи Вы Хотите Конкретное Место Там Улица Ленина Там Дом 15 Куда Больше Деньги Понят Такого Не бывает Не Конкретный Банк Или Учреждение Вот Куда Деньги Я Перевожу Вот Это Меня Интересует Так Это Не Банки Не Учреждения Смотрите Биржа Давайте Так Медленно Еще Раз Биржа У каждого Клиента Должен Свой Счет Персональный Да Декретированный Называется Ага Хорошо Да То есть У каждого Человека Хранятся Свои Деньги Отдельно Да Серьезно Смотрите Вы Когда Сейчас Пополните Счет Вы Должны В обязательном Порядке Пройти Верификацию Вот Только После Верификации Когда Вы Подкрепите Счет Документами Это Паспорт Прописка Или Любой Документ Подтверждающий Вечность После Того Под Верификацией От Одина Вы Запускаетесь К торгам Запускаете Да То есть Вы Запускаете К группе Вас Наберет Ваш Смерть Как И вот На бирже Есть Счета Понимаете Потому что Когда Деньги Находятся Ваши На бирже Вот Только Тогда Вы Можете Через Патформу Купить Или Продать То есть Только Тогда С вашего Счета Деньги Могут Ну Там Купить На покупку Нефти На продажу Золото Там Понимаете И Сюда Возвращаться То есть Вы Контролируете По сути Свои Деньги В онлайн Банкингом Допустим Сбербанком Да То есть У вас Есть Телефон И приложение Да И вы Контролируете Переводите Снимаете Еще Что То есть У вас Так же Той Путь Которым Вы Управляете Вот Лично Кабинет Ваш Ну Так же По переводам По всему Вы Здесь Управляете Всем Своим Счетом Торговым Понятно Ну вот Например Если мне В налоговую В налоговую Надо будет Сведения О моем счете Да Брокерском А как я Предоставлю Им данные Международный Торговый счет Там же Нету Конкретики Для налоговой Ну То есть Понятие Международный Торговый счет Они Спросят А где он Находится По этому Проходите Верификацию Я торговую Уже не первый год Да К счет Ни разу В налоговую Не было И клиенты В моем В порядке Вы когда Зарабатываете Зарплату Официально Вы же В налоговую Не ходите Каждый месяц Правильно Нет Ну там Мне работодатель Перечисляет Через бухгалтерию Через бухгалтерию Наход Наход Вы Торгуете С брокером У вас Есть счет Угу Вы прошли Верификацию Вот этот счет Все деньги Которые у вас На балансе Будь там Миллион рублей Пятьсот тысяч рублей Они хранятся На вашем счету На вашем имени На вашем имени На вашем Паспортном станке Это ваш счет На банке То есть Банк видит Сколько у вас денег Налоговая Видит Сколько у вас денег Сколько прибыло Сколько вы сняли Это все Отображается И когда Вы закрываете сделку Налог Автоматически Списывается Понимаете К вам вообще Не будет ни одного Вопроса Вот деньги Которые вы сняли С своего брокера Где мы были до этого Вот если вы снимите Там Десять тысяч рублей Спустя месяц Например Обычно говоря Вот эти деньги Это понятно Что вы их Нигде Извините Нет Мы идти Никто вам Никто их не прислал Мы сняли С своего Другого Восчета Они были Заработаны На курсовой Разнице То что вы Заработали Покупка И продаж Налог Вы уплатили Вам Вопросов Ноль Понятно Только после верификации Когда счет Официально Полностью Оформлен Вот только тогда Вы можете торговать Верификации Там немного Вы хотите сказать Что ваша брокерская Компания Будет за меня Данные давать В налоговую Правильно А как вы думали Ну ясно А вы Здесь налог Он должен Облагаться Налогом Все деньги Все поступления Абсолютно Понимаете А вы в России Зарегистрированы Вообще Мы зарегистрированы В Европе Я вам объясняю Это не нужно Быть зарегистрированным В России Для того Чтобы Уплатить За вас налоги Понятно Налог уплачивается Объясняю Когда идет Прямой Прямое снятие На ваш банк То есть Когда у вас Деньги хранятся На вашем брокерском Ситу Допустим Вы там наторговали Миллион рублей Вот представили Ситуацию Вы им И не пользуетесь Вы можете Дальше покупать Продавать И зарабатывать Но такая ситуация Вам нужно 500 тысяч Вот когда вы Снимаете 500 тысяч Снимается налог Понимаете Как он снимается Объяснил Вы До торгов Уже Один раз Когда уже Создали Брокерский счет Создали Ну меня останавливает Останавливает Что нет Конкретного Адреса Вот этого Моего Международного Торгового счета То есть Где он находится То есть Адреса Конкретного Его ни у кого Нету Это же биржа Это Сценарий Реализованный Международный Рынок Нету места Нету места Куда можно Прийти И купить Золото Там Я не знаю Но представьте Вы купили Золото На 2 миллиона Рублей Это должно Быть Какое-то Место Куда Вы Пришли И Просто На КамАЗе Увезли Домой Это Золото Или Допустим Мы с вами Торгуем На Нефть Вот Купили Вы Допустим 100 Барлей Нефти Вот Купили Представьте 100 Бочек Купили На Платформах Деньги У вас Списались У вас Сделки Отображаются Что вы Купили 100 Бочек Так Что вам Должны Где-то Я не знаю Привезти 100 Бочек Нефти И под Подъездом Вам Оставить Нет Вы же Занимаетесь Именно На Бокут Фонтаж На Аценовой Разри Понимаете Главное Не Главное Место Это Ваша Банковская Карта То Когда Уже Идет Снятие Тогда Банк Видит Снятие Идет С вашего Торгового Счета Это Сумма Чек Ваш Лерифицируем Деньги Ваши Все В порядке Ну Так Может И так Но Меня Все равно Как-то Настораживает То Что Нет Конкретного Адреса Куда Я Деньги Отправляю Это Не Когда Это Первый Раз Понимаете Да Первый Раз Международный Торговый Счет Без Адреса Определенного Вот это Меня Настораживает Как Это Так Может Быть Это Не Должно Настораживать Наоборот Когда У международного Валютного Счета Есть Определенный Адрес Вот Это Должно Настораживать Значит Вы Не торгуете На международном Валютном Рынке Понимаете Как Может Быть Адрес Если Вы Можете В один Момент Докупить Абсолютно Разные Валюты Валюты Разных Стран Так Торговать Акциями Разных Компаний Европейских Российских Американских Ну как Это Может Быть Один Адрес Это Неправда Если Вам Кто-то Такое Говорит Это Неправда Такого Не Может Быть Значит Вы Реально Не Торгуете На Международном Рынке Вы Просто Чем-то Другим Занимаетесь Понимаете Ну Ваш Банк Когда Идет Любая Трансакция На Он Видит Вот Эту Трансакцию Он Видит Точку А И Точку Б У вас Даже Есть Квинансия По которой Вы Собственно Без Проблем Можете Все Смотреть То Это Официальная Трансакция Понимаете Если Банк Запрещал Это Делать То Он Не Давал Наши Возможности Пополнять Брокерские Счета Но Он Не Может Запрещать Потому Что Поэтому Оплачиваются Налоги Налоги В страну Понимаете Допустим Есть Брокерский Счет Человечес В Германии Вот Он Допустим Составил Международного Валютного Принято Брокер Счет 1000 Евро Он Снимает 1000 Евро На Свою Немецкую Карту То Есть Наук Выплачивается В собственном Германии Дальше Вы Снимаете В России Счет Долларом Образом Вам Напишите По вашей Дохода Налогу Ухвативается В России Все Дагбанк Женю Дагбанк Женю Дагбанк Женю Как он Может Определить Вот Именно Вот этот Счет Если он Не привязан К конкретному Другому Банку Вот этого Я не понимаю То есть Счет Он просто Международный Торговый Счет Доходите Верификацию Смотрите Верификацию Проходит Понимаете Я понимаю Но он Даг Девушка Я то вам Говорю Что счет Он В любом Случа Должен быть К банку Какому то Привязан А как Он вот так Висит В воздухе Висит В воздухе С названием Международный Торговый Валютный Счет А Ни к чему Не привязан Вы мне аргументируете А где Криптовалюта Ну вот смотрите Не ну Криптовалюта Криптовалюта Там же есть Не ну там же есть Платформа В смысле Не понял Ну В прямом Вы мне 20 раз Задаете тот же вопрос Я вам 20 раз Уже по разному Пытаюсь Объяснить Но будем все равно Задаете тот же вопрос Вот Криптовалюта Где она находится У нее нету адреса Она не подкреплена Не под какой Никакой стране В валюте Никакой Понимаете Вообще Нету места Расположения Криптовалюты Но вы можете Стабильно На ней зарабатывать И вы можете Даже хранить ее На своих Криптокошельках На которых Даже нет адреса Вы понимаете Что вы можете Быть миллиардером Долларовым И никто Даже знать не будет Даже банк Не будет знать Если вы будете Хранить Это на криптокошельке Ну да На криптокошельке Чтобы в этом разобраться Нужно в этом работать Вы с временем В этом всем разберете Ну когда вы будете Снимать себе на карту Тогда Нужно будет Выплатить налог А хранить Миллиарды Понимаете Так только Чтобы вы заработали Только Да Ну я думал Я думал Что вы брокер А брокер Открывает счета В банке На своих клиентов Я просто читал Про это Смотрите Брокеры Допустим Банки Ну есть просто брокеры Да Ну допустим Брокерские компании БКС БКС Фабрики Это не банки Это не банки Согласен? Да Но они Открывают счета На клиентов В банке же Правильно В каком банке? Ну У них нету банка Не Ну брокеры Открывают Банки Синько Открывают Да Банки У себя Но Есть возможность Торговли Только на российских акциях Понимаете? На московской бирже Поэтому Мало людей Там торгуют Да девушка А иностранные брокеры Девушка Девушка Иностранные брокеры Тоже счета Клиентам В банке Открывают Я считал про это Иностранные брокеры Тоже счета Клиентам Банки Ну где вы это считали? Это банки Только открывают Нет Брокеры Брокеры Чтобы прокручивать Деньги клиентов Правильно? Нет Они Они открывают Брокерский счет Клиентов В банке Да Интересно А теперь смотрите Я вам Я вам расскажу Правду Хотите? Ну скажите Скажите Вы на депозит Положили 10 миллионов рублей Сбербанки Ну себе начали На год Вам дали 6% Годовых Ваш банк Взял за ваши деньги Взять вашего спроса 10 миллионов Прокрутил их На международном Валютном рынке Или построил Какой-то новострой Забрал 50% Годовых А вам дал Вашими деньгами Пользуются банки И так же на пирсе Когда вы выполняете Счет в банке И вы имя не пользуетесь Что банк берет Ваши денежные средства Я что-то не знаю Или что Это все знают Банки Обманывают Ну как обманывают Может они обманывают Я вам тебя лучше намного А вам так Сладают Ну во всяком случае Для галочки Во всяком случае В банке я знаю Что там счеты есть На мое имя То есть Ну имею ввиду Что конкретно в банке Нет Стоп Я вам сказала сразу Вы проходите верификацию Да Здесь понятно Верификация Это Ваше имя Здесь ваш счет Это хорошо Вы даже считать Снимать не можете На другие банки Понимаете На другие карты Вот это меня и настораживает Что я не знаю Конкретного счета В банке Я знаю Что вы вас настораживает Ну то что Вы можете деньги Выводить только на свои карты Нет Вы в твоем уме Ну я просто читал про это Ответ Вы проходите верификацию Здесь Счет открыт На ваше имя Только на ваше имя Вы не можете Снять с этого счета На карту Жены Детей Друга Соседа Ни в коем случае Вы можете Снять только На тот счет Который Оформлен на вас То есть Это может быть Любой банк Абсолютно Там где вы Отбрали карту На себя Вы сто процентов Не только Сверхбанком пользуетесь Вы можете Снять и на ВТБ И на открытие И на Сверхбанке На любой банк Но только на ваше имя Потому что Это доходность Если вы снимаете Допустим Миллион рублей На карту Жены Налоговая С вашей жене Прямо домой Переедет В костюм Понимаете И скажет Надежда образна Где вы миллион взяли Откуда вы его взяли Счет оформлен на любое имя Как вы получили миллион Вы налог не заплатили Вы можете снимать Только на свои карты Вы понимаете Здесь максимальная безопасность О чем вы говорите Вообще Люди торгуют десятками лет Я уже торгую четвертый год О чем вы говорите Вы себе что-то придумали Вот откровенно И на своем стоите И все Хотя вы и не правы Ну потому что Я это не понимаю Если нету Конкретного адреса Счета На который Я деньги Пересылаю Слушайте А вы кто По профессии Ну я водителем Работаю Водителем Работаете Интересно А если Я вам Предложу Подработать В каком-то Институте Там Большую математику Провести Ну что Сможете Ее Провести Вы же Не знаете Ее Тоже Вы не знаете Как летать На самолете Вы не знаете Как ездить На пользу Вы же много Чего не знаете И я много Чего не знаю Понимаете Вы разбираетесь Только в автомобильной Сфере Вы здесь Можете аргументировать Вы водитель И здесь Вы можете Мне что-то доказать Но там Где вы Даже не торговали Никогда И доказывать мне Ну не издевайтесь Пожалуйста Надо мной Вы не уверены В том Что вы говорите И говорите Меня это смущает Слушайте Слушает Слушает Много На самом-то деле В нашем мире Слушает Знаете Что Подыме Слушает 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 Рубы Как в Севернадцатом Году В два раза Поднялся А это Все Слушает Но это Все Люди С этим Живут И есть Люди Которые На этом Не заработали Посидели Наоборот Потеряли Потому что Деньги Держали В рублях А есть Люди Которые Заработали В два раза Больше За один день И их Это не смущает Понимаете Был миллион Стало Два миллиона За один день И их Это не судило А таких Как вас Это смущает Вот поймите Уже мир такой Уже нет Тех Шестидесятых Восьмидесятых Понимаете Сейчас Уже Ничего не должно Смущать Если есть Возможность Пропать Работать Если вам нравится Продолжайте Если вам Через месяц Не нравится Вы никого Не снимите Вы просто Взяли Все свои дети Занимайтесь Дальше Своими делами Это не тюрьма Вы поймите Я вас не заставляю Вечно работать Ну вы можете Вечно работать Если вам Это нравится Конечно Не Я Что-то Давайте Начнем Поторгуем Вместе с вами Спокойно Месяцок Посмотрите Как это Происходит И будете знать Это уже Все на практике Наглядно Не Я что-то боюсь Отправлять Деньги На этот счет Международный Торговый Валютный Который К адресу Никакому Не привязан К банку Вот это Я боюсь А как Как они Привязаны Ну Вы понимаете Что он подразан Ну а К какому банку Зарегистрировано В Люксембурге Есть банки Смотрите Есть разные счета Мы пользуемся Разными банками У нас есть Разные Друговые счета Дольфбанк В Германии Понимаете И не только Хабси Который Находится В Британии Банкам 150 лет У нас У нас Хранятся Деньги Клиентов И Данг Понимаете Не важно Главное Чтобы банк Предоставлял Брокерские Услуги Чтобы он Давал Выход На биржу Понимаете Вы сейчас Вообще Не о том Думаете Вот серьезно Вы Захотели Заработать Ваша Главная Цель Заработать А не Просто Пополнить Кот Чтобы Где они Чтобы знать Где они Лежат Дополите Деньги В тумбочку Закройте Тумбочку Вы будете Знать Что ваши Деньги Лежат В тумбочке Вы Сдираетесь Нет Я Я Я Я Я даже Предложила Даже Вот Немножко Пополнить На тысяч Рублей Я Такой Ни с Кем Не Делал Просто Для вас Это первый раз Я решила Для вас Делать Какой Это Попроще Даже Пополнили Сейчас На тысяч Посмотрели Если деньги Начнут Спокойно Начали Работать Нет Все равно Я Как-то Опасаюсь Они Подвязаны Вот И меня Вот Это Беспокоит Что Нету Счета В банке Определенном Банке Какой Хорошо Мне Очень Интересно А как Вы Криптовалюту Покупали Ну Криптовалюта Это Совсем Другое Там Электронный Кошелек Ну Что Это Там Совсем Другое А Вот Представляете А где Находится Подскажите Мне Ну На На площадке Торговой Бинанса К примеру На Какой Бинанс Называется Да А у нас Также Есть Криптовалюта Не Ну Представляете БКС Есть Криптовалюта Я Я Вообще Про Криптовалюту Мы Не Говорим Мы Мы Говорим Про Вот Вы Брокерская Компания Вы Открываете Торговый Счет Это Возможно Можете Послушать Олег Ну Да Это Возможно Это Платформа Просто Которая Дает Возможность Купить Криптовалюту Где Находится Криптовалюта Вам конкретный вопрос Где она лежит На Бинансе На торговой Да На торговой Площадке Бинансе Так Где она На Бинансе Лежит Олег Бинансе Это Просто Платформа Которая Дает Возможность Покупки Продажи Да Там И брокер Не Нужен Там И брокер Не Нужен Где Лежит Криптовалюта На Бинансе Ну Хорошо На Это Как На Криптовалютном Кошельке Майон Например В своем уме Это Просто Брокер Понимаете Брокер Бинанс Это Брокер А нация Не Лежит У них Нету Вообще Денег Они Просто Дают Возможность Ее Закупить На Международном Валютном Рынке Не Только На Валютном На Бинансе Нет Ничего Понимаете Понимаю Вы Точно Место Вы Знаете Нет Да Не Знаете Вы Потому Что Криптовалюта Это Но Известно Сколько Ее Добыто Известно Ее Цена И Можно Даже В некоторых Страх Покупать И Продавать Через Литкоин Что-то Да Или Через Другие Криптовалюты Нету Адреса Вы Поймите Уже Не Тот Мир Нету Адреса У Криптовалюты Ну Вы Не Бинанс Если Я На Бинанс Криптовалюты Торговать Захотел Мне Бо Тогда Брокер Не Нужен Я Сам Без Брокера Там Спокойно Могу Все Это Делать Понимаете Там Не Нужен Для Торгов Для Криптовалюты Брокер Не Нужен Там Сам Заводишь Кошелек Электронный Крипто Вам Нужен Бинанс Бинанс Брокер Нет Бинанс Это Бинанс Это Просто Торговая Площадка Где Просто Регистрируешься Заводишь Заводишь Кошелек Крипто Кошелек И Все И Торгуешь Вы Издеваетесь Налог Не Берет Я На Вас Посмотрю Если Вы 10 Миллионов Рублей Снимите С Вашим Доходом В 30 Тысяч Рублей Ну Мы Вы Вы Жен Бинанс Правильно Мы Говорим О Другом Бинанс Не Торгует На Биржах Правильно Вы Же Предлагаете На Бирже Торговать Нет У Меня Где Вы Хотите Чтобы Хранились Ваши Деньги В Банке Конечно В Банке В Банке Лексенбурга В Любом Банке Главное Чтобы Банк Был А Международный Валютный Торговый Счет Вот Это Мне Непонятно Вообще Что Это Такое Я Вы Не Знаете Вам Это Непонятно Потому Что Вы В Этим Не Разбираетесь Поэтому Вам Это Непонятно Не Надо Говорить Что Вам Это Непонятно А Зачем Вам Пробавляется Подскажка Просто Интересно Почему Нет Дополнительные Деньги Что Неправильно Я Сам Буду Выбирать Что Мне Покупать А Что Продавать Ну Хорошо Допустим Вы Зарабатываете Там Долларом Деньги Или Два А Вам Предлагают Подаработать Полторы тысячи За два Часа Ну Это Надо Я Не знаю Это Надо Смотреть Это Надо Зависит От Суммы Которая У Меня Вообще Есть На Моем Счете Правильно Если У меня Там Сто Ты Если У меня Там Сто Ты Работает А Вы Будете Дальше Разбираться Я Вам Говорю Знаете Что Вам Нужно Просто Попробовать Со 150 Долларов Вот Этих И Посмотреть Что Не так Все Работает Как Вы Думаете Правильно Да Это Понятно Успокойтесь Успокойтесь Ни Кайва Ни Делется Нет Главная Задача Людей Это Заработать Пускай компания Обанкротится В ноль Или же Наоборот Она Будет Простить Людям Наслевать Всем Я Вам Серьезно Говорю Люди Сюда Пришли За деньги А не Знакомством Или Дружбой Или Пониманием Что И как У них Произошло Я Вам Так Скажу Это По секрету Ну Это Понятно Но Меня Настораживает Самое Главное Где Вот Этот Мой Международный Валютный Торговый Счет Находится Вот Если Бо Он К Банку Что Вы Шутите Сейчас Нет Ну Потому Что Это Самый Главный Вопрос Куда Деньги Переправляю Вот Самый Главный Вопрос Вот Это Мне Непонятно Ну Вот В этом Вопрос Самый Главный Непонятно Куда Где На Бинанс А Причем Тут Бинанс Если Вы На Бирже Торгуете Бинанс На Бирже Не Торгуете Я Вам Обещаю Я Воспрашиваю Вы С Бинанс Говорите Бинанс Хорошая Компания Там Можно Работать Нет 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 Вы Не Поняли Причем Здесь Бинанс Вообще Бинанс Обязательно На Конкретный Вопрос Вы Говорите Что Бинанс Хорошая Компания Нет Я Такого Не Говорил Это Вы В Пример Бинанс Приводили Так Вы Потом Сказали Вот На Бинанс Можно Торговать Без Проблем Вот Эта Платформа Но Вам Нужно Попробовать Купить Криптовалют Я Я В Р На Электронном кошельке На Бинанс Деньги На Электронном Торговом Кошельке Крипто Кошелек Блин На Торговой Платформе Бинанс К примеру Да Там Привязан К нему Крипто Кошелек Блин Да На Торговой Платформе Бинанс Ну ну да а вы там вы то брокер ну вот я смотрю я вот смотрю подождите причем здесь binance если вот вы например брокер который торгует на бирже бенан же не торгует на бирже как это так не одна понимаете с которыми можно работать это как сбербанк синьков бдб есть и сбер инвестиции акции те же самые цельные те же самые просто вы сами выбираете с кем вам торговать вот на финансе я вас просила где хранятся ваши деньги а вы не знаете потому что они хранятся на бирже я вам куда не понял что нет я просто подумал как вы сказали что вы брокерская компания торгуете на бирже да например московская биржа да там санкт-петербургская ну да вот такие вот такие брокерские компании да вот такие брокерские компании открывают счет своих клиентов в банке вот это я знаю а электронные кошельки как на бинансе они не делают да нет брокерская компания сама клиенту открывает да девушка 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 я же ну подождите девушка мы о другом говорим я вот вам говорю что я не могу в банке открыть брокерский счет например брокерский счет открывает брокерская компания то есть вы понимаете вы говорите открой сам себе счет там в банке но я не могу брокерский счет открыть таким образом вот смотрите через киви терминал потому что у вас платежная система мир она внутренняя она в россии она внутренняя и все как вы можете пополнить или что-то сделать по-другому если у вас не международная валютная система ну это понятно это понятно а как я могу пополнить счет через киви кошелек вот через телефон да ну другого физического лица тоже непонятно ну понятно вы опять одно и то же да 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 у вас я думаю что если у вас есть платежная система виза или мастер-карт мы можем это сделать напрямую через платформу если у вас будет открыт от 150 долларов в банке HHDC это британский банк в британском банке но это через личный кабинет тогда без никакого киви если вы не понимаете понятно у меня уже просто нет на вас только времени ясно ну это пустой разговор понимаете мне кажется вы даже не хотите начинать это вам просто нечем заниматься ага и вы вот пустала на других людей есть карта виза мастер-карт давайте через личный кабинет нету а как вы тогда хотите ну я не знаю вы же слушайте может вам даже сделка не нужна не вы же брокерская компания ну вы же можно так деньги сбросить так еще больше вы просто что то хотите сами не понимаете что вы хотите вы сначала мне стоите вопрос где хранятся деньги я вам 20 раз пыталась объяснить что такое биржа и где они хранятся и как она была создана специально чтобы вы имели понимание вы мне за бинанс начали говорить я у вас спросила где деньги хранятся на бинансе вы мне б м а а ну извините у меня нет времени уже у меня есть другие клиенты поверьте я с ними спокойно буду работать очень быстро и без таких вопросов понимаете или же такие клиенты которым я один раз объясняю клиенты скажут спасибо анастасия что объяснили потому что я его даже не знал давайте быстро говорите виза мастер-карт через личный кабинет или же пополняем через киби терминал компании через мир нет нет я так не буду я так боюсь а вы никак не будете вы просто слушайте я знаю то что вы сейчас прикалываетесь и я уверена в этом я вам просто желаю хорошего дня и чтобы вы оставались с человеком понимаете а не вот таким как вы есть сейчас желаю хорошего дня ага хорошо до свидания ага ага